Приветствую вас на канале инфобум. Тут вы найдете много интересного, спортивного, сенсационного и будоражащего контента. Обязательно подпишитесь и поставьте лайк, а также оставляйте комментарии. Приятного вам просмотра. В США на 104 году жизни умер актер Кирк Дуглас. Об этом сообщил его сын, актер Майкл Дуглас. С огромной печалью я и мои братья сообщаем, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для мира он был легендой, актером из золотого века кинематографа, который дожил до золотых лет, гуманистом, подававшим всем нам пример своей преданностью справедливости и идеалам, в которые верил, написал Майкл Дуглас в инстаграме. Кирк Дуглас, урожденный Иссер Данилович, позже Демский, родился 9 декабря 1916 года в городе Амстердам, штат Нью-Йорк, в бедной еврейской семье. Его родители эмигрировали в США в 1910 году из Могилевской губернии. Всего в семье было семь детей, Иссер был единственным мальчиком. С детства он мечтал стать актером и по окончании колледжа в 1939 году отправился в Нью-Йорк, где поступил в Американскую академию драматических искусств. Во время обучения там он сменил имя на Кирк Дуглас. В Нью-Йорке он участвовал в театральных постановках и снимался в рекламе. В 1945 году он переехал в Голливуд, где впервые снялся в кино, его дебютом стала роль в драме «Странная любовь» Марты Айверс. С начала 1950-х Дуглас становится одним из ведущих голливудских актеров. В число наиболее известных фильмов, в которых он снялся, входит «Туз в рукаве» — 1951, «Злые и красивые», 1952, «Жажда жизни», 1956, «Тропы славы», 1957, а также «Спартак» — 1960. Всего в послужном списке актера более 80 фильмов. В 1996 году он получил почетный Оскар за выдающуюся карьеру. Кирк Дуглас был дважды женат, у него родилось четверо детей. Его старший сын Майкл также стал известным актером и обладателем премии Оскар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова